Привет! Вы на канале Лилия и Стасеня. Я фотограф и в прошлом маркетолог. Здесь я рассказываю о детской и семейной фотографии, а также о фотобизнесе. Как привлекать клиентов, как продавать свои услуги и становиться успешным фотографом. А еще я беру интервью у успешных фотографов из разных стран мира. Спрашиваю, как они прошли свой путь, как добились успеха. Возможно, чья-то история станет для вас открытием и вдохновением. На этот раз я встретилась с Мартой Понська. Это фотограф о новорожденных и беременности, достаточно успешный, из Польши. И это интервью я крайне рекомендую досмотреть до конца. И вот почему. Дело в том, что большая часть моей аудитории не владеет английским языком. А мы с Мартой общались именно на английском языке. И я подумала, что бы можно было сделать. Как помочь в более удобном формате посмотреть в мою аудиторию это интервью. В общем, у вас есть два варианта. Первый вариант. Продолжите просмотр этого интервью. И вы увидите. Я воспользовалась технологией очень крутой, современной технологией нейросетей. Я перевела с помощью искусственного интеллекта интервью с английского языка на русский язык. И, пожалуйста, будьте немножечко снисходительны, потому что искусственный интеллект все-таки не обладает эмоциональным интеллектом. Он не переводит наши шуточки, какие-то смешки. Но, тем не менее, с помощью ушей будет вам легче воспринимать это интервью. Либо у вас есть опция номер два. Перейдите, пожалуйста, вот по этой ссылке вы увидите оригинальное интервью, где мы общаемся с Мартой на английском языке. И вы можете включить русские субтитры. Что для этого необходимо сделать? Переходите, пожалуйста, в настройки. Выбирайте субтитры. И субтитры на русском языке. Все. Вы можете смотреть оригинальное интервью и с переводом с субтитрами на русский язык. Ну, кстати говоря, это тоже нейросети и искусственный интеллект. Просто он уже встроен в YouTube, и мы даже не подозревали, как это работает. Ну что ж, я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Прежде всего, большое спасибо тебе, Марта, за приглашение на эту встречу. Я очень рада, что здесь нахожусь. А где мы на самом деле находимся? Мы находимся в Варшаве, Польша. Да, мы в моей студии, которая находится в прекрасном районе под названием Виланов. И это мое маленькое королевство. Как ты можешь видеть, студия состоит из двух комнат. Одна из них — это приемная, где мы сейчас находимся, а другая — вон там, то, где я занимаюсь всеми волшебными вещами. Я на интервью всегда начинаю с одного вопроса. Как ты начала свою карьеру в фотографии? Я думаю, что моя история немного похожа на все истории, которые я слышу от своих студентов и других фотографов. В самом начале это было просто хобби, что-то вроде страсти, повсюду носить с собой фотоаппарат и делать снимки. Я подумала, что, может быть, у меня что-нибудь получится. Но потом я начала работать в корпорации, и это хобби куда-то ушло, исчезло на некоторое время, пока я не встретила своего мужа, который просто убедил меня начать заниматься тем, что я действительно люблю. Я также решила перейти с должности менеджера на должность менеджера в своей компании. Так вот, это было в 2015 году. На самом деле решение было принято немного раньше, но потом со мной случилось несколько несчастных случаев. Например, я сломала руку. Вау, после несчастных случаев я забеременела, и все это было отложено до 2015 года, когда я действительно начала проводить сеансы. Но чем же ты занималась до этого? Еще раньше. Я довольно долго работала маркетологом в логистической компании, и моя работа была связана с путешествиями, много ездила по Европе. Эти поездки заставили меня ускорить процесс возвращения к фотографии, я занялась съемками, потому что поездки отнимали много моего свободного времени. Ты имеешь в виду, что было бы очень трудно сочетать такую работу с поездками, а также иметь время для своей семьи. Да, именно так оно и было, именно по этой причине. Да. А ты начинала с фотосъемки новорожденных? Да. И я начинала как фотограф новорожденных, что было действительно удивительно для моей семьи и друзей, потому что когда я начинала фотографировать новорожденных, я на самом деле вообще не планировала заводить детей. Правда? Все были очень удивлены, когда я им об этом сказала. На самом деле, это именно тот жанр, который мне интересен, но при этом я никогда не говорила, что мне было бы интересно иметь детей вообще. Я стала фотографом новорожденных, и это было моей страстью в течение трех лет. В течение трех лет я снимала только новорожденных почти каждый божий день, а потом решила переключиться. Ты же училась, так что пусть будет так. Ты изучала фотографию новорожденных в 2015 году? Да. И еще ты сказала, что у тебя было много фотосессий. Но что же ты сделала, чтобы найти много клиентов для фотосессий на каждый день? Или рынок был немного другим? Или ты использовала свой опыт в маркетинге, который получила от компании, в которой работала? Я думаю, что это результат сочетания множества различных факторов. Ситуация на рынке была немного другой. Конкуренция на рынке семь лет назад была иной, чем сегодня. На рынке было меньше доступных фотографов, чем сегодня. Это было самое главное. Однако в то время фотосъемка новорожденных в Польше была не так уж популярна. Так что для того, чтобы привлечь клиента, нужно было убедить людей в том, что это-то, за что они должны платить, или им следует за это платить. Да. Так что убеждение людей, это еще и маркетинговая работа. Так что я думаю, что знание маркетинга, умение ориентировать на свои услуги, а также инвестиции в свои технические навыки были ключевой частью развития этого дела. Так что я была очень последовательна в обучении, в разработке своего собственного стиля, который немного отличался бы от того, что было доступно на рынке. Да, на самом деле именно об этом я и хотела бы тебя спросить, потому что у тебя довольно интересное сочетание цветов, и твой лес выглядит немного иначе, чем у других. Но как же ты нашла свой стиль? Я думаю, что поиск своего стиля, это нечто такое, что приходит в результате экспериментов. Да. Чем больше я старалась, чем больше экспериментировала, тем больше мне удавалось добиться чего-то необычного, например, изменить стиль, я могла бы разработать что-то новое, чего никогда раньше не делала. Так что я пробовала разные вещи. Я искала разные вещи, например, реквизит и аксессуары. Я никогда не хотела следить за тенденциями и модой на рынке. Именно поэтому я оказалась здесь, где нахожусь сегодня. И я думаю, что именно это является ключевым фактором успеха в создании твоего собственного стиля. Наберись смелости сделать что-то не такое, как у других. Перестань копировать других, сосредоточься на своем собственном росте, инвестируй в свои технические навыки и вкладывай время в обучение, например, в приобретение опыта. Чем больше и больше опыта ты получаешь, тем лучше ты становишься и чем лучше у тебя получается, тем больше ты можешь экспериментировать. Так что это похоже на замкнутый круг. Ты не можешь расти и развивать свой собственный стиль, не работая, не отрываясь немного от дела и от других людей. Потому что я думаю, что каждый из нас, когда следит за другими фотографами, не преднамеренно, а иногда и намеренно, копирует чужие работы. И если вы отключитесь от других, то внезапно останетесь только со своим творчеством, и вам придется, вам придется заставить себя сделать это. Сделать что-нибудь по-другому. На самом деле это одна из тех вещей, которые ты изучала, когда посещала мастер-классы по обучению съемки беременности, а также, я полагаю, фотографии новорожденных. Разве у тебя не возникало такого ощущения, что ты знаешь, что есть другие фотографы, которые хотели бы скопировать тебя, и, возможно, ты тоже сталкивалась с такими фотографиями, которые, как ты знаешь, похожи на твои. Я думаю, что фотографический бизнес состоит не только из фотографий, но и связан с личностью фотографа. Так что ты можешь копировать мои работы, но никогда не станешь мной. Ты никогда не станешь Мартой Понско, никогда не получится. Другой никогда не будет тобой, не так ли? Так вот, я не думаю, что это хорошо, копировать чужие работы, потому что ваши клиенты всегда считают с вас человека, которого вы копируете, верно? Я думаю, что клиенты это замечают. Конечно, что они же не слепы. Они видят, что фотограф создает не свою собственную работу. Так вот, в самом начале моего фотографического пути это меня раздражало. Например, когда люди создавали индивидуальные копии моих работ. Прямо сейчас я и не пытаюсь этого делать. Я даже не трачу время на то, чтобы думать об этом. Мне кажется, что это просто пустая трата моего времени. Я знаю, что это произойдет. Я не могу бороться с этим. Единственное, что я действительно ненавижу, это то, что люди пытаются объяснить себя так. Знаешь, когда люди копируют себя, это означает, что ты популярна, что твоими работами восхищаются. Это не очень хорошее оправдание для того, чтобы копировать, не так ли? По крайней мере, таково мое мнение. Так что я этого совсем не боюсь. На самом деле я учу людей. Так вот, что касается преподавания, то широкое преподавание означает, что ваши ученики в какой-то момент попытаются повторить то, что вы создаете. Единственное, что отличает меня от других, это то, что я учу людей повторять, но не копировать один к одному, а включать то, чему они учатся у меня, в свою жизнь. Они создают свой собственный стиль и создают свои собственные произведения искусства. Это самое главное в фотографическом бизнесе. Но в маркетинге есть такой инструмент, который называется бенчмаркинг, когда вы просто берете что-то более популярное, которое уже работает для других, и внедряете это в свой бизнес. Так что это очень деловой способ скопировать то, что, как вы знаете, уже продается на рынке, и просто внедрить это в свой бизнес. Я думаю, что если вы копируете чью-то работу, то очень приятно осознавать, что она послужила источником вдохновения. Ты сделала это не сама. Тебя кто-то вдохновляет. Вот и все, что у меня есть. Точно. Особенно если ты учишь других. Если кто-то, кто учит других фотографов, делает это, то какую этику он передает? Какое послание она или он передает другим фотографам? Если ты можешь скопировать его один к одному, а затем просто заявить, что это твоя собственная работа, это твое собственное творчество. Я думаю, что это не самое правильное направление, в котором следует идти фотографу. Но ты не можешь быть учителем, если боишься, что тебя скопируют. Ты просто не можешь обучать. Во-первых, самое главное, это то, что я люблю преподавать и люблю общаться с людьми, мне нравится встречаться с ними, и я делаю это, потому что мне это нравится, и я люблю передавать знания другим. И я знаю, что это связано с тем фактом, что эти люди будут использовать полученные знания именно для того, чтобы прийти на мои семинары, верно? Это просто нормальная часть работы учителя. Если ты преподаешь и боишься, что тебя скопируют, то тебе лучше заняться чем-то другим. Это не очень хорошая мотивация, а точнее ее отсутствие для преподавания. Вот и все. Да. Но на европейском рынке, например, на внутреннем рынке, фотографы тоже иногда боятся этого, например, из небольших стран, таких как Латвия. Поэтому они предпочитают не делиться своими знаниями с другими, потому что вокруг много конкурентов, и иногда клиенты могут предпочесть, чтобы вас сфотографировал кто-то другой, потому что у него есть почти такие же услуги, как у вас, но цена может немного отличаться. Я вижу, что ты не боишься столкнуться с такой проблемой. Я думаю, что моя ситуация немного отличается от той, в которой я оказалась, потому что у меня другой подход. Я знаю, что через месяц, два или три месяца я буду совсем другой, потому что я развиваю свой стиль. Я не держу его на одном и том же уровне. Да. Так что люди, которые копируют меня сегодня, прекрасно понимают, что завтра я создам что-то другое. Это самая важная часть моего бизнеса и того, что я являюсь фотографом. Я должна постоянно развиваться, не останавливаясь на одном месте, не повторяя тех же приемов, которые я уже знаю. На самом деле, довольно скучно повторять все это снова и снова, правда? Так что я ищу новые способы, новые методы освещения, новый стиль, новые вещи, чтобы через год я, скорее всего, оказалась в другом месте с другим стилем. Хорошо, я могу приехать в следующем году, и мы поведем интервью. А как насчет тебя, в чем твой секрет, как ты стала популярной на первом месте на польском рынке? И, полагаю, сейчас не только на польском, но и в Европе. Я просто видела расписание твоих мастер-классов, которые ты опубликовала. Так в чем же заключается твой секрет? Я думаю, что это очень трудно, быть однотипным. Не нужно делать только одно и то же. Я думаю, что простых рецептов достижения успеха не существует. Успех всегда связан с упорным трудом и четким видением того, что ты хочешь делать и как ты хочешь это делать. Кем ты хочешь быть? Я всегда знала, что не хочу быть еще одной копией чьей-то работы. Я всегда знала, что не хочу работать в стиле, который популярен на рынке, например, в летящих платьях, цветах, изменении цвета деревьев и цветов на фотографиях или добавлении красивого неба. Я всегда знала, что не хочу работать на открытом воздухе. Эта студия, это то, что на самом деле доставляет мне столько радости и удовольствия, когда я тут работаю. Так вот, это было примерно то же самое. И тогда я поняла, что хочу этого. Я хочу привлечь клиентов к определенному типу фотографий, где обнаженная натура является ключевым фактором, где цвет является ключевым фактором. И единственным препятствием для меня были технические проблемы. Давай назовем это ограниченностью, потому что у меня не было должных знаний. Так что это был первый год моей работы. Ты сказала, что три года занималась фотографией новорожденных. Да, это так. И после этого ты решила измениться и упомянула, что у тебя, по твоему мнению, нет должного образования, должных знаний об освещении. Нет, ладно, не могла бы ты, пожалуйста, пояснить, что ты имеешь в виду. Так вот, когда ты работаешь с новорожденными, то понимаешь, что это значит. Да, единственное, о чем ты больше всего беспокоишься, это об аксессуарах и о том, как уложить ребенка в позу. Ты ставишь свет в одно место и не меняешь его. В фотографировании новорожденных нет никаких сложностей с точки зрения техники освещения, не так ли? Зато есть такое существенное препятствие, как, например, спит ли маленькая модель или нет. Да, 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 точно. И ты знаешь, что я уже три года работаю в такой стабильности каждый день. Почти каждый день делаю одно и то же, потому что ты повторяешь одни и те же вещи, как будто у тебя есть рутина, у тебя есть рабочий процесс, и ты повторяешь этот рабочий процесс. Единственное, что меняется, это твои модели, не так ли? Это немного скучновато. Это для меня, это было именно для меня, поэтому я решила заняться одной областью, которая, как мне показалось, была очень сложной для меня. Я совсем не знала, что такое свет, я не знала, как правильно использовать хотя бы один источник света. А, это интересная история, извини, что я тебя перебила, но, что я заметила, многие фотографы, фотографы новорожденных, хотели бы начать фотографировать беременных женщин, потому что это очень классно, ты знаешь, как это делать, где привлечь беременную модель, и после этого вы можете организовать с этой моделью фотосессию для новорожденных. но большинство из них начиналось всего с одного источника света, что, знаете ли, очень типично для нас. Ты можешь использовать его по-разному, но обычно это очень типичные фотографии, которые у тебя есть. И еще ты упомянула, что хорошо, может быть, я была недостаточно хороша и не все понимала в технике освещения. И вот теперь, когда я только что просмотрела аудиозаписи, я сказала, вау, как у нее это получилось. И я начала читать картинку, пытаясь понять, что же это такое на самом деле. Это просто потрясающе. Расскажи мне немного подробнее об этом. Так что это был долгий процесс обучения. Я начала работать только с одним источником света, всего с одним модификатором, а потом я начала искать различные способы освещения. Поэтому я добавила различные модификаторы и попыталась понять, как это меняется. Я не из тех, кто учится по книгам или на YouTube. Я учусь только на собственном опыте, поэтому я провожу много часов в студии со своими моделями. И да, потом я поняла, что мне нужен второй источник света, а потом я поняла, что мне нужен третий источник света. А еще меня всегда привлекали фотографии и стили из фильмов 80-х и 90-х годов, где было много цветов, много различных тканей и материалов с блестящими деталями. Я тоже хотела, чтобы это было на моих фотографиях, и вот так все и вышло. Правильно ли я тебя поняла, что ты сама нашла свой собственный стиль, свои схемы освещения, свои техники освещения? Ты ничему не училась. Ты пробовала разные вещи в студии. Ты ничему не училась ни у кого другого. Я много экспериментировала и помню первый день, и я довольно часто рассказываю эту историю на своих семинарах, что я помню, как пробовала различные техники освещения во время своих регулярных занятий, а также со своими клиентами и после них. На одном из сеансов у меня была эта фотография, действительно похожая на ту, что вы видите на стене, и похожая на ту, что здесь. И я получила такой эффект впервые, и я помню это чувство волнения, такое как, о боже, это то, во что я влюблена. Это действительно то, что я хочу дальше делать. Я принесла эту фотографию домой и показала ее своему мужу, и мой муж сказал, ты не будешь ее продавать. Да. А я спросила, почему? Она же такая красивая, разве ты не видишь этого? Она так сильно отличается от того, что можно увидеть в продаже. Я уверена, что найдутся люди, которым она понравится и которые захотят ее приобрести. И он сказал что-то типа, аватаров не существует. Нет, аватаров, да. Да. Синей кожи не бывает. Так что да. И я сказала, хорошо, но я как-нибудь попробую это сделать. И я постепенно внедряла это в каждую отдельную сессию, пока не наступил момент, когда у меня появились клиенты, которые были настолько очарованы этим стилем, что пришли ко мне, выбрали меня своим фотографом, потому что он им действительно нравился этот выдающийся, необычный, отличающийся от других стилей, представленных на рынке. Хорошо, но на самом деле у нас был разговор перед собеседованием с Мартой и о ее муже. О том, что ты упомянула, потому что твоего мужа, как я поняла, тоже привлекает часть твоего бизнеса. И не могла бы ты об этом рассказать. Расскажи об этом поподробнее. Так вот, мой муж, это мой босс. А, я и не знала об этом. Да. Он работает финансовым директором. Директор. Исполнительный директор. Он директор по персоналу и управляет моим календарем. Да, он играет очень важную роль в этом бизнесе, и без него меня бы здесь не было. Я не думаю, что это было бы возможно. И да, мы вместе управляем этим бизнесом. Так что я тот самый сумасшедший, который отвечает за все творческие вещи, а также за обслуживание клиентов, а он ведет себя так, словно у него инженерный склад ума. Да. Так что он несет большую ответственность за те вещи, с которыми мой разум просто не справляется. Так что все эти финансовые вопросы, а также ретушь, и я должна признать, что прямо сейчас он лучше меня справляется. Он намного лучше. У него гораздо больше опыта. Я надеюсь, что он посмотрит это еще раз. Да, милый, ты лучше, чем ты есть на самом деле. Благодаря этому тебя повысили до старшего ретушера. Да, в самом начале работы, после одного года совместной работы, ты получил повышение. Да, очевидно, что первый год обучения был немного трудным, потому что нам нужно было установить границы и определить, кто за что несет ответственность. И я отношусь к тому типу людей, которые не несут ответственности, как будто мне очень трудно отказаться от делегирования полномочий и передать ответственность за некоторые области вещей, которые я уже делала это раньше. Да. Итак, первый год обучения был довольно трудным, а потом, спустя год, мой муж спросил, не могла бы ты подумать о том, чтобы повысить меня с младшего ретушера до обычного ретушера. Так что мы устроили для него экзамен, и после этого экзамена я сказала, «Милый, тебе лучше остаться младшим ретушером, но зато ты можешь стать главным исполнительным директором этой компании». Да, так вот в чем была забавная история. Прямо сейчас он знает о ретуши гораздо больше, чем я. У него есть свой собственный рабочий процесс, и я ненавижу, когда он стоит у меня за спиной, потому что он говорит, «Ты не ретушировала это, и это, и это, и это. Мне не нравится твой стиль». Да. Так вот, обычно моя ученица тоже спрашивала меня, как найти ретушера. Так что в первую очередь подумай о своих родственниках. Я думаю, что это очень и очень хорошо. Я думаю, что это очень и очень хороший способ сохранить деньги внутри компании, не так ли? Ты не платишь внешнему ретушеру, и у тебя есть рычаги контроля. А кто, кстати, контролирует ситуацию? Это будет нашим секретом. Окей, вопрос будет заключаться в деньгах. Во сколько сейчас обходится клиентам твоя фотосессия? Плата за стандартную сессию составляет 2500 польских злотых. А сколько примерно стоит цена в евро? Я думаю, что это примерно 500 долларов США. Да, 500 долларов США. Думаю, примерно так. Это связано с экономическими факторами. Насколько я помню, когда я изучала экономику, существовало несколько схем того, как люди принимают решения. Да. Да. Так что обычно, когда твое предложение услуг дешевое, конкуренция также возрастает. Есть много людей, которые предоставляют одни и те же услуги. Так что привлечь клиента в эту целевую группу гораздо сложнее, потому что есть много конкурентов, предлагающих очень похожие услуги и цены. Или даже точно такие же предложения услуг. Да. И когда дело доходит до более высоких цен, ты ориентируешься на другой тип клиентов. Этот тип клиентов не будет искать фотографа за 100 евро. Для такого клиента тот, кто продает свои предложения по низким ценам, это, но ты понимаешь, о чем я. Это правда. Есть в этом что-то хитрое, думает такой клиент. С этим человеком что-то не так. Что-то не так с этим фотографом. Должно быть, в его или ее предложении услуг есть какой-то подвох. Так вот, эти люди действительно выбирают фотографов с более высокими ценами. Но при таких ценах у тебя тоже должно быть соответствующее портфолио. Не так ли? Это очень и очень важная вещь. Но когда речь заходит о бизнесе, я думаю, что делать слишком большую разницу между ценой от вашего стиля и от вашего предложения услуг, это не очень хорошо. Я имею в виду, что если говорить только о снижении цен, то это делает эту тему очень поверхностной. Да, так вот, я узнала, что фотографы, которые берут меньше, как правило, новички, и у них нет своего собственного стиля, они обычно следуют тенденциям, у них такие же платья, как и у всех остальных, они используют те же методы освещения, что и все остальные. Они ведут бизнес очень похоже. Значит, они похожи на корабль на поле боя. Они похожи на корабль на поле боя. Как будто на поле боя есть множество кораблей, из которых можно выбирать. Так вот, когда вы похожи на других, ваш клиент выберет вас только на основе местоположения, потому что вы находитесь рядом или на основе цены, верно? Но когда ты начинаешь делать что-то другое, выделяясь, придерживаясь определенного стиля, отличающегося от других, используя разные аксессуары, разные наряды, разные методы освещения, и вдобавок ко всему, твоя цена немного отличается от других, все это делает тебя особенной. Проблема, которая возникает здесь, заключается в том, что твоя ниша становится очень узкой. Ты больше не служишь массам, ясно? Ты обслуживаешь гораздо меньше клиентов. Ты можешь обслуживать гораздо меньше клиентов. Ведь не всем нравится безумный стиль, не так ли? Например, как кожа аватара. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я, как и большинство людей, предпочитаю летящие платья, красивое небо и красивые пейзажи. Это похоже на поп-музыку, большинству людей нравится поп-музыка, но только очень узкой группе людей нравится джаз, тяжелый рок, или любой другой вид музыки. Тебе необходимо иметь кураж. Я думаю так. Да, это должно быть кураж, а также определение своей ниши. Ты должна понимать своего клиента. А кто же твой клиент? Это среднестатистическая мисс Ковальски, или кто-то с особым отношением к жизни, с особым подходом к жизни, кому нравятся определенные вещи, правда? И тебе нужно это понимать, а также знать, где найти этих людей. Но все же не могла бы ты дать какой-нибудь совет начинающим фотографам. Ну что ж, первый совет заключается в том, чтобы вложить деньги в себя, прежде чем начинать инвестировать в свое оборудование. Инвестируй в свои знания, инвестируй в свою технику, проводи время в студии, чтобы научиться использовать инструменты, которые у тебя уже есть. не копируй, как обустроена студия, оборудование, которое есть у других фотографов, потому что иногда оно не подходит для твоего пространства и для твоей собственной студии. Просто найди свой собственный способ работы, найди свой собственный рабочий процесс и работай над своим собственным стилем, который должен исходить прямо от тебя и от сердца. если ты веришь во что-то прекрасное, то, что это понравится окружающим, твоим потенциальным клиентам, тогда просто следуй этому, следуй своим внутренним ощущениям. да, да, я согласна. Но что, если ты скажешь то же самое, что я обычно слышу от других, у меня недостаточно времени, у меня недостаточно денег для этого, у меня недостаточно смелости, у меня недостаточно поддержки со стороны моих родственников, и у меня просто есть несколько часов в неделю, я постараюсь сделать все возможное, чтобы просто попробовать что-то новое. что мы можем посоветовать таким людям в подобных ситуациях? Я думаю, что если кто-то говорит, что у него нет времени, значит, у него нет хорошей мотивации, а также настоящего желания, и настоящего желания, потому что если у тебя есть настоящее желание стать хорошим в чем-то, ты обязательно найдешь для этого время. Ты не будешь тратить время на просмотр Netflix, ты будешь меньше спать, чтобы чему-то научиться, ты будешь тратить на это гораздо больше времени, ты пожертвуешь чем-то, чтобы научиться или сделать что-то, что выведет себя на более высокий уровень. Так что это вовсе не оправдание. Деньги? Ну что ж, деньги могут быть препятствием, но есть способы избежать этого, как будто у меня не было студий в самом начале. Я училась у себя дома. У меня не было денег, чтобы нанять профессиональных моделей, поэтому я фотографировала свою сестру. Она была моей первой моделью. У меня не было денег на дорогой свет или осветительные подставки, поэтому я использовала то, что у меня было очень дешевые, очень дешевые инструменты. Я не думаю, что есть какие-то оправдания, которые могли бы тебя остановить. Единственное оправдание, это отсутствие мотивации. Похоже, что единственное препятствие это отсутствие мотивации для того, чтобы сделать это, например, страх. Если ты проанализируешь жизнь людей, которые добились успеха в любой другой области, в спорте, бизнесе, искусстве, то это были люди, которые обладали мужеством. Похоже, у них была мотивация и смелость сделать что-то другое. Без этого ты не сможешь продвинуться дальше. Так что тебе нужно верить в себя, даже если другие в тебя совсем не верят. Тебе нужно набираться собственных сил и быть самой себе другом. Тебе нужно быть самой себе другом, чтобы обнимать себя. Скажи себе, «Все в порядке, у тебя все хорошо, ты совершаешь ошибки, и это нормально, да, у тебя все хорошо, ты двигаешься вперед, да, ты двигаешься медленно, но продвигаешься вперед, это самое главное, понимаешь?» И да, это самый важный совет. Извини, это очень мотивирующая речь. Но ты упомянула об ошибках, и много ли ошибок ты совершила за свою карьеру? Я думаю, что это похоже на ошибки. Это то, что происходит постоянно, а может быть, и не является ошибкой, так как очень трудно определить. Я не думаю, что совершила ошибку, может быть, я упустила какие-то возможности из-за того, что приняла решение не вовремя, или задержалась с принятием такого решения, или позволила кому-то сделать выбор, а не себе. Но да, я не думаю, что там было много ошибок. Так что просто продолжай в том же духе, потому что иногда ошибки — это не ошибка, а просто опыт, который может привести тебя к чему-то лучшему на самом деле. Точно, согласна. Вот так вот. Да, есть причина, по которой я спрашиваю тебя об этом, потому что я вижу так много людей. К тому же, я сама была таким человеком, который не хотел бы совершить ошибку в своей жизни. Не бери в голову, было ли это связано с бизнесом, как, например, перфекционизм, что-то в этом роде. Может быть, просто если ты попытаешься что-то сделать, у тебя появится ощущение, что ты определенно добьешься успеха только завтра, но завтра будет лучше. Да, проблема в том, что люди ставят перед собой нереалистичные цели, как будто ты не можешь добиться успеха завтра. Для достижения успеха требуется время. И тогда следующий вопрос заключается в следующем, что для тебя значит успех? Потому что для одних людей успех означает наличие бесплатных клиентов в неделю, а для других успех означает желание выступить спикером на конференции и иметь, ну не знаю, один миллион подписчиков в Инстаграм. Таким образом, определение успеха у разных людей разное. Я думаю, что главное, ставить перед собой реалистичные цели и прокладывать путь к успеху. У тебя должно быть такое видение, как «хорошо, вот кем я хотела бы быть в будущем, скажем, через 5 или 10 лет». Но затем за этим видением должны следовать шаги, небольшие цели, которых тебе нужно достичь. Да. В самом начале первой цели, которая у меня была, было желание заполучить клиентов, которые заплатили бы мне за фотосессию новорожденного. Просто заплатить, да, просто заплатить. Тогда наша следующая цель состояла бы в том, чтобы иметь как минимум 2 или 3 клиентов в неделю. Следующая цель состояла в том, чтобы иметь 5 клиентов в неделю. Следующая цель состояла в том, чтобы заполнить свое расписание работой на 2 месяца вперед, чтобы обеспечить финансовую стабильность. А затем следующая цель была такой, я хотела бы начать преподавать. Да. И следующая цель была такой, я бы мечтала поехать куда-нибудь и учить людей по всему миру. И тогда следующая цель будет по такому же принципу. Да. Так что делайте маленькие шаги, а как только вы достигнете ее, делайте еще один, и еще, и еще. Не стойте на одном месте, потому что есть так много фотографов, которые совершенно не менялись в течение многих лет. Верно? На самом деле, ты упомянула об этом, как о совете новичкам, которые только начинают заниматься фотографией, просто всегда развивайтесь и инвестируйте в себя. Это является обязательным требованием и автоматически соответствует требованиям рынка. Потому что просто некогда думать о том, есть ли у меня время или нет. Это мое желание или нет. Я думаю, что если ты не будешь развиваться и останешься на одном месте, то найдется очень много других людей, которые опередят тебя. А потом, верно? Так что быть художником в наши дни гораздо сложнее из-за необходимости постоянно создавать что-то новое. Да, именно так и есть. Так что если ты хочешь стать фотографом или художником, то одна из самых важных особенностей, которые тебе необходимы, это любопытство. У тебя должно быть любопытство развиваться и меняться по мере того, как ты узнаешь что-то новое. На самом деле это очень красивое слово «любопытство». У тебя должно быть любопытство. это те вещи, которые заставляют тебя двигаться вперед. У тебя были мастер-классы по всей Европе, и ты побывала в разных странах. Обратила ли ты внимание на какие-то особенности рынков? Я имею в виду польские рынки или рынки других стран, просто на что-то особенное. Я так не думаю. Я думаю, что у каждого фотографа есть одни и те же проблемы. Как будто у всех есть одни и те же проблемы, как будто у всех есть одни и те же вопросы о том, как развивать бизнес, как бороться с конкурентами, как привлечь новых клиентов, каковы ключевые способы или инструменты продвижения себя на рынок, как определить цель, а затем технические навыки, да. Как же нам становиться все лучше и лучше. Единственные отличительные особенности — это мода на различные тенденции. Например, как в Соединенных Штатах стиль Лолы, Мелани пользуется гораздо большей популярностью, и люди больше увлекаются этим стилем. Или как в Великобритании, у вас также есть один влиятельный человек на этом рынке, такой как Наташа Иннес, и все они придерживаются похожего стиля. Так что это единственное, что отличает эти рынки друг от друга, а также доступность и качество оборудования, которые используют фотографы. Но что касается проблем, то проблемы у них совершенно одинаковые. А как насчет клиента, могут ли они отличаться в разных странах? Существуют определенные культурные различия, которые связаны, например, с открытостью к обнаженной натуре, например, когда они записываются на съемку. В некоторых странах, например, люди хотят забронировать съемку беременности заранее, опасаясь, что до этого момента что-то произойдет. И это похоже на культурные традиции и обстоятельства. В некоторых странах существуют обстоятельства, связанные с общественным мнением и открытостью для обмена вашими фотографиями. Например, в Германии у фотографов возникает больше проблем с обеспечением надлежащей конфиденциальности и получением одобрения и разрешения на публикацию фотографий своих клиентов. В какой-то момент это может повлиять на бизнес в этих странах. Я понимаю, в чем дело. А что, если наш фотограф захочет открыть свою собственную студию? Что должно быть в центре его или ее внимание? Что он или она будет принимать во внимание, когда захочет найти место для аренды, например, или чтобы купить для такого рода фотографий, например. Итак, мы говорим о технических аспектах работы студии, не так ли? Да, так что я думаю, что это место не имеет значения. Это не так важно, как размер студии. Она не может быть, например, больше 15 квадратных метров, потому что она слишком маленькая, но в ней должно быть достаточно места для размещения клиента, фотографа и пары осветительных приборов. А каков размер вашей студии? Итак, площадь моей студии составляет 65 квадратных метров. Она небольшая, но мне этого достаточно, чтобы создавать свои собственные произведения искусства и вести бизнес так, как я хочу. Да, самым важным аспектом этой студии для меня была высота потолков. Они достигают трех метров. Это позволяет мне работать с высоким и низким освещением. И да, я думаю, что это была самая важная вещь, которая заставила меня принять решение приехать сюда. На самом деле это действительно квартира. Да, именно так и есть. Я приспособила ее так, чтобы превратить в фотостудию. Да. Так что очень важно, чтобы вход был легко доступен для ваших клиентов, чтобы им не приходилось подниматься на четыре этажа вверх без лифта. Таким образом, внутри есть такие удобства, как туалет или место, где они могут переодеться. Я видела так много разных студий по всему миру, и я видела студии, где туалет находился в задней части здания. Так вот, можешь себе представить, когда ты делаешь фотосессию для обнаженной женщины, и она хочет пойти в туалет, и ей нужно сделать это прямо посередине съемки и зимой, надевая верхнюю одежду, идти в уборную, возвращаться, а потом снова раздеваться и продолжать сниматься. Для меня это было бы препятствием на пути к созданию такой студии. Мне так нравятся базовые удобства, и все должно быть просто чистым, удобным и скрытым от посторонних глаз, проходящих мимо. Вот и все. А как насчет студийного освещения, а как насчет аксессуаров? Должна ли ты сосредоточиться на этом, должно ли у тебя уже что-то быть, или ты просто начинаешь с самого начала, может быть, с нуля, а после этого, может быть, ты начнешь создавать настоящее, настоящее. Огромная студия с большим гардеробом. Все зависит от твоих финансовых показателей. Если у тебя есть деньги, ты ведь можешь инвестировать в оборудование более высокого качества, не так ли? Это же очевидно. Я сторонница того, чтобы платить один раз за оборудование хорошего качества, вместо того, чтобы платить два или три раза за очень дешевое. Так вот, я начала свой бизнес с очень дешевого освещения. Сначала я использовала только один модификатор, а потом, когда я научилась и набралась большего опыта, начала покупать то, что мне подходило. Так что я не стала следовать подобным советам других фотографов. Я просто проанализировала, что мне нужно в моей студии, каковы мои основные препятствия и какие области мне нужно улучшить, а также как это оборудование может улучшить ситуацию. Так что у меня хорошие стенды, хорошее освещение, но не очень яркое. Можно ли как-то это назвать? Так вот, у меня есть свет, лампы Гудокес, у меня есть стенды от Камбо и еще кое-что похожее. Ты можешь сама посмотреть. Мне просто нужны бесплатные светильники, бесплатные подставки и пара модификаторов от компаний Фотикс и Гудокес. Система фонового освещения, электрическая система фонового освещения. Ты предпочитаешь электрическую систему? Я обязательно это сделаю. Нет, пожалуйста, не делай этого. Это просто пустая трата времени. Теперь, когда я работаю одна, у меня нет ассистента, и здесь, в студии, у меня никого нет. Мне приходится все делать самой, так что я не могу себе представить, как я буду перетаскивать весь стенд вверх, как будто делаю это каждый раз, когда меняю настройку освещения, или как я не могу себе этого представить. Каждый раз, когда мне нужно сменить фон, я хочу, чтобы моя студия помогла мне работать быстрее и эффективнее. Именно поэтому я инвестирую средства в оборудование хорошего качества, долговечное и адаптированное к условиям моей студии. Да, ты та самая девушка, у которой я обычно спрашиваю о тенденциях, и ты была фотографом по беременности и родам. Но я пропустила этот вопрос, потому что ты сказала, что избегаешь трендов. Ты пытаешься создать свои собственные тренды. Совершенно верно. В мои намерения не входит создавать тренды, но в первую очередь я хочу сделать что-то такое, что поддержит мой бизнес и то, как я работаю, например, экономику моей студии. Я помню, как мой муж убедил меня купить эту квартиру и переоборудовать ее в студию, и первое, что он сказал, было, «А теперь у тебя будет возможность сделать настоящий деревянный пол для фотосъемки новорожденных». А я ответила, «Нет, у меня никогда не будет этого в моей собственной студии». А он спросил, «А почему бы и нет? Это есть у каждого человека. Это так популярно, как будто все гонятся за хорошим деревом, чтобы иметь красивый пол для фотосъемки новорожденных». Я уже сказала, «Но это занимает так много места, что совершенно бесполезно». Они спрашивают, «Почему?» Я проанализировала это на собственном опыте. По-моему, это не самое лучшее решение. Я терпеть не могу все время работать на одном фоне при съемке новорожденных. Я хотела бы иметь возможность изменить его. И еще мне хотелось, чтобы что-то было легко чистить, и чтобы у меня было что-то, на чем я могла бы сидеть и не беспокоиться о том, что из него будет торчать кусок дерева. Да. И мне совсем не хотелось таскать это тяжелое дерево, тащить его и прикреплять к стене, как будто его просто нет. Да, я понимаю. Ты и есть тот самый человек, который всегда анализирует, что для хорошо, а что хуже. И ты получила награду как лучший фотограф года в теме беременности. Так расскажи мне об этом и что ты по этому поводу чувствуешь. Мне было очень интересно получить такой титул. Он был присвоен одной из ассоциаций фотографов, и я этого не ожидала. Но знаешь что? Я действительно забыла об этом. Об этом было написано на твоем веб-сайте. Обычно, когда у меня перед этим проходит интервью, я просматриваю некоторые вопросы и готовлюсь к этому. Это было написано на первой странице твоего веб-сайта. И я должна спросить себя, да, и еще ты упомянула три вещи, которые тебе следует запомнить, какие из них для нас, как ты знаешь, звучат лучше, чем участие в них. Так что тебе нужно гордиться своей работой, как будто ты должна быть убеждена, что ее стоит показать другим, потому что конкурсы — это демонстрация твоих лучших качеств, лучших, лучшее произведение искусства, которое ты сделал. Не так ли? Так что это не может быть чем-то заурядным. Это должно быть что-то уникальное в том или ином смысле. И во-вторых, и в-третьих, ты не можешь показать это раньше. Например, когда ты отправляешь что-то на конкурс, помни, что это должно быть что-то новое. Если ты отправляешь что-то, что было опубликовано год назад, люди уже видели это. Они не воспринимают это как что-то новое. Так что это должно быть совершенно новое, не показывай это раньше. И еще очень хорошо выбирать те конкурсы, на которых ты получаешь что-то взамен. Например, такие отзывы, как «что ты сделала хорошего», «что ты могла бы улучшить», «в каких областях можно сделать лучше». Я думаю, что это самая ценная часть участия в конкурсе. И вдобавок ко всему, мы получаем награду за самую ценную вещь, не так ли? Потому что ты можешь донести это до своей целевой аудитории. И каждому клиенту нравится работать с фотографом, который имеет определенную известность, не так ли? Чья работа была оценена по достоинству другими профессионалами. Да, так что я действительно благодарна тебе за то, что ты пришла сюда на это интервью. Большое тебе спасибо, Марта, и я полагаю, что сегодня ты тоже получила много советов, так что просто напиши нам несколько хороших слов для этого интервью. Да, мы также стараемся поделиться, ну, может быть, вдохновением, моим путешествием и твоим путешествием. Обычно это так интересно для меня, потому что, когда я путешествую, я обычно стараюсь встретиться со своими коллегами, которые так сильно меня вдохновляют. И все же иногда в историях есть много общего, особенно для женщин, потому что, когда у фотографов новорожденных есть некоторое сходство, когда вы забеременели, вы решили попробовать это, но все же есть много разного, что произошло во время этого большого путешествия, и все же это это бизнес, очень удивительный, очень вдохновляющий, очень творческий. Большое тебе спасибо, большое тебе спасибо за то, что ты существуешь на этом рынке, и спасибо тебе за твои фотографии. И еще я хотела бы поблагодарить своего мужа. Это было сделано специально для меня, без него, милый, без тебя меня бы здесь не было. Большое тебе спасибо. Мы закончили, мы закончили. Дай пять.